День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь В честь праздника в Барановичах прошли возложения и митинги. В Барановичской городской больнице уже несколько месяцев функционирует аппарат искусственной почки Фрезениус 5008С и новая тескопическая система Олимпус. Конец февраля решил напомнить нам о том, какой бывает настоящая зима с метелями, морозами и гололедом. В это время прогулки на свежем воздухе могут стать причиной возникновения холодовых травм. Как уберечься от воздействия холода, рассказала специалист Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». 23 февраля Беларусь отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В год столетия Вооруженных Сил мы отмечаем заслуги белорусских воинов и чествуем всех, кто на протяжении многих лет укрепляет армию, кто в наши дни обеспечивает суверенитет страны, кто достойно продолжает традицию служения Отечеству. В честь круглой даты в Барановичах прошли возложения и митинг. В День защитников Отечества и Столетия Вооруженных Сил Республики Беларусь по всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные значимой дате – 23 февраля. Говоря о защитниках нашей Родины, мы всегда вспоминаем солдат, которые отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, тех, чей подвиг бессмертен. По многолетней традиции, в День защитников Отечества венки и цветы возложили к братским могилам, воинским захоронениям. На площади Ленина состоялся митинг с участием ветеранов и вооруженных сил, руководства города, депутатов, руководителей предприятий, представителей общественных организаций и горожан. Председатель горесполкома Юрий Громаковский поздравил всех тех, кто находится сегодня в армейском строю, кто уже выполнил свой священный долг и тех, кому еще предстоит воинская служба. Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем защитников Отечества и столетием вооруженных сил Республики Беларусь. От имени городского исполнительного комитета желаю вам успехов в служении нашему государству и народу, достижении новых высот в воинской службе во имя мирной жизни беларусов. С праздником! Большая честь служить в вооруженных силах Республики Беларусь с такими славными традициями. Ведь сегодня в рядах армии уже внуки и правнуки участников той страшной войны, которые достойно выполняют поставленные перед ними задачи. Сегодня именно на них возложена ответственность за мир и безопасность, за стабильное развитие нашей страны. Вячеслав Герасимович займет должность заместителя начальника ОВД Брестского облсполкома, начальника милиции общественной безопасности. Он руководил отделом внутренних дел Барановичского госполкома 8 лет. Вячеслав Герасимович награжден благодарностью Барановичского госполкома за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и достижение высоких показателей в оперативно-служебной деятельности. В Барановичской городской больнице уже несколько месяцев функционирует аппарат искусственной почки Фрезениус 5008С и новая эндоскопическая система Олимпус. Так, всего в 2017 году на ремонт городской больницы и закупку нового оборудования израсходовано около 420 тысяч рублей. В текущем году в Барановичском здравоохранении намечен ряд проектов. На базе Барановичской городской больницы работает уже несколько месяцев аппарат искусственной почки Фрезениус 5008С и новая эндоскопическая система Олимпус. В последний видеогастроскоп, входящий в комплекс, значительно улучшает качество проводимых обследований. Благодаря данному классу медтехники, которая поддерживает HD-разрешение, получается более четкая детализация слизистой желудки пациента. Кроме этого, устройство помогает определить участки для взятия биопсии, что способствует быстрому и точному подтверждению диагноза. Всего из областного бюджета на оборудование было выделено 197 тысяч рублей. В Барановичскую городскую больницу за этот год поступило новое оборудование. Это аппарат Фрезениус 5008 для отделения гемодиализа. Это аппарат высокого класса, самого последнего поколения. Кроме того, к нам поступила эндоскопическая стойка с фирмы Олимпус и УЗИ-аппарат экспертного класса. Стойка эндоскопическая и УЗИ-аппарат были поставлены нам управлением здравоохранения Кембрейского облсполкома. Аппарат Фрезениус был поставлен Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Общая стоимость оборудования, которое поступило в Барановичскую больницу за этот год, составила порядка 350 тысяч белорусских рублей. Аппарат искусственной почки Фрезениус 5008С был приобретен в декабре минувшего года в рамках централизованной поставки Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Его стоимость 104 тысячи рублей. Новое устройство позволяет легче и быстрее переносить проводимую процедуру. Так, на базе учреждения функционируют 12 подобных аппаратов, но данного уровня пока единственный. К сведению, Республика Беларусь занимает 12 место среди всех стран по трансплантологии. Развивается пересадка почки от живого донора. 700 человек. Такому числу людей была проведена пересадка почки за 2017 год. В Барановичском регионе было произведено 6 подобных операций. На данный момент еще 57 человек находятся на диализе. Это процедура, которая помогает очистить организм человека от вредных веществ, шлаков и токсинов. То есть, выполняет ту же роль, что и почки. 27 февраля с 10 до 11 часов начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами государственного метрологического надзора города Барановичи Брестской областной инспекции госстандарта Павел Янович Соколовский проведет прямую телефонную линию по вопросам соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а также разъяснение положения декрета президента Республики Беларусь номер 7 от 23 ноября 2017 года о развитии предпринимательства по телефону 42 47 41. С 11 до 12 будет проведен личный прием граждан. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 80 163 49 62 50. По календарю февраль уже на заключительной стадии, но настоящие морозы к нам пришли только в последнюю неделю месяца. Зима никак не хочет уступать место теплой весне. Правила поведения во время морозов и оказания неотложной помощи, если вы все же не убереглись от воздействия холода, в следующем материале выпуска. Зима – это не только пушистый снег и новогодние праздники, это время метели, неутихающих ветров, пробирающих сквозь одежду. Это период простудных заболеваний, травм, переохлаждений и обморожений. Чаще всего обморожение можно получить зимой при температуре ниже нуля. Как защитить себя от холодовых травм, рассказала специалист Зонального центра гигиены и эпидемиологии Людмила Кислоя. Холодовые травмы в нашем климатическом поясе обычно встречаются в период резкого понижения температуры и не являются редкостью. Но к холодовым травмам обычно относят отморожение и переохлаждение, общее переохлаждение организма человека. Конечно, большую роль играют низкие температуры, особенно в сочетании с ветром и с высокой влажностью воздуха. Но не меньшее значение имеет и человеческий фактор. Это прежде всего состояние человека, когда человек находится в длительном неподвижном состоянии. И огромную роль играет выбор одежды и обуви. Одежда не по сезону, тесная обувь, частые спутники переохлаждения и обморожения. Большое значение имеет общее состояние организма человека, переутомление, стрессовые ситуации, хронические заболевания сосудов, нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно знать, как вести себя в морозы, как одеваться и правильно согреваться. Перед тем, как выходить на улицу, следует посмотреть на термометр, посмотреть, какая температура воздуха. И, соответственно, выбрать одежду и выбрать обувь. Одежда должна быть теплая, сухая и многослойная. Именно за счет многослойности создаются воздушные прослойки, которые являются, воздух является самым лучшим теплозащитным средством, защищает организм. Затем обувь. Обувь должна быть по размеру, должны быть стильки, и обувь должна, желательно, быть из натуральных материалов. Обязательно шапка, обязательно теплые перчатки. А если можно даже использовать такой вариант, как на перчатке, надеть еще и сверху варежки. Если же во время прогулки человек ощутил чувство внутренней дрожи, следует немедленно поискать теплое место для согрева организма. Кроме этого, нужно обратить внимание на состояние кожных покровов. При их изменении ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки. Это может вызвать достаточно серьезные осложнения. Если наступило все-таки отморожение или переохлаждение, конечно же, прежде всего это тепло. Причем тепло не только наружное, но и внутреннее. Ни в коем случае не нужно употреблять алкоголь для того, чтобы согреться. Достаточно просто теплый чай, любые теплые напитки. К тем местам, которые, пострадавшим местам, можно приложить тепло. И можно опустить в теплую воду, но температуру нужно повышать постепенно, и вода не должна быть горячей. Можно начинать с 16 градусов, потом потихонечку повышать. Затем можно грелку приложить, дать человеку выпить теплого питья. Если есть какие-то поражения кожи, видны уже заметные, то следует обязательно обратиться к врачу. Если вы будете соблюдать разумную осторожность, это поможет вам пережить зиму без холодовых травм. Орденом матери награждены 136 женщин из различных регионов Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белтам. В числе награжденных жительницы Бресской, Гомельской, Гродницкой, Могилевской и Минской областей. Они представляют разные сферы деятельности и работают в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, организациях здравоохранения, на сельскохозяйственных предприятиях и производствах, в сферах торговли, банковского обслуживания и предоставления услуг связи, ведут домашнее хозяйство. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.